по могилам и их надгробия можно судить о жизни и менталитете той социальной группы которой покойный принадлежал при жизни памятники криминальным генералам тема интересная не только с точки зрения художественно-эстетической но и с исторической многие из них стали символами своего времени памятники установленные покойным ворам в законе по своей художественной ценности зачастую не уступают памятником знаменитым писателям художником актерами политическим деятелям а иногда над ними работают одни и те же известные скульпторы в этом видео мы расскажем вам о 20 самых грандиозных памятниках установленных на могилах воров в законе уроженец тбилиси езид по национальности вор в законе мусаян камал азизович также известный под прозвищем кэмэлл был застрелен 18 октября 2002 года в москве на проспекте мира возле дома 112 в возрасте 34 лет мусаяна убили четырьмя выстрелами в упор из пистолета макарова вор в законе был похоронен на кладбище заря в анапе на его похоронах собралось более 400 авторитетов на месте захоронения был построен мемориальный комплекс из гранита в центре которого каменный кэмал сидящий на троне за скульптурой на стене из черного гранита над головой камала поэзистским традициям изображено солнце армянский вор в законе барсегов владимир корумович кирпич тбилисский умер 28 сентября 2000 года по месту жительства в ростове-на-дону от инсульта в возрасте 72 лет на похоронах присутствовало множество именитых воров в законе включая близкого друга кирпича аслана усаяна деда хасана на могиле кирпича установлен сложный мемориальный комплекс из мрамора и гранита центре комплекса расположена статуя изображающая сидящего на табуретке кирпича выполнена из камня по обоим сторонам установлены скульптуры ангелов из белого мрамора и цветочные клумбы комплекс огорожен решетка из художественной ковки и накрыт жестяной крышей грузинский вор в законе тут берет за николай сергеевич также известный как мацы умер в октябре 2003 года от рака в городе москва возрасте 47 лет как случае со всеми кутаистскими ворами сразу после смерти он был отправлен в родной кутаиси где похоронен на кладбище авангард на могиле выстроен мемориальный комплекс из гранита в центре которого памятник массы из белого мрамора вор в законе сидящий на троне слева установлен мраморный гроб на котором изображен христианский крест и воровская роза ветров рядом с гробом из мрамора выполнена оплакивающая покойного девушка грузинский вор в законе моногадзе георгий зауревич гея кутаистский умер 13 июля 2010 года в возрасте 40 лет в исправительной колонии 31 мекунь в республике коми где отбывал двухлетний срок за незаконное хранение оружия боеприпасов до освобождения вору в законе оставалось чуть больше 8 месяцев он был похоронен на кладбище чума в родном кутаиси монументальный комплекс на могиле вора в законе георгия монадзе состоит из нескольких элементов на переднем плане памятник георгию выполненный по одной из прижизненных фотографий покойного в руки он держит столь любимые им при жизни четки сюжет на заднем плане изображает жену георгия рыдающую на надгробной плите на надгробии выполнен цветной портрет геи изображающий его вместе с женой азербайджанский вор в законе керимов бахтияра габаба аглы также известный как лату бахтияр или бахонов ханинский умер 6 апреля 1998 года в возрасте 39 лет в азербайджане исправительно трудовой колонии номер 13 в поселке пута по официальной версии он умер от острой сердечной недостаточности по неофициальной в период пребывания в колонии ему насильно сделали инъекцию неизвестного яда после смерти его тело было отправлено в родной поселок на входы на похороны знаменитого земляка пришли все жители поселка а также жители соседних населенных пунктов вор в законе был похоронен на местном кладбище на берегу озеро на могиле бахтияра был установлен памятник из камня с позолотой на которым изображен сидящий на троне бахтияр и смотрящий вдаль армянский вор в законе арутюнян армена владимирович также известный как пухлый армен или армен каневской умер 18 декабря 2010 года в реанимации александра мариинской областной клинической больницы номер один в астрахани в возрасте 40 лет смерть наступила в результате отказа сразу нескольких жизнеобеспечивающих органов армен страдал тяжелой формой сахарного диабета в 2004 году он перенес операцию сетчатки правого глаза вскоре после этого ему были ампутированы два пальца на правой ноге а в 2006 году арутюняну была имплантирована почка тело армена каневского было доставлено в ереван 19 декабря 21 декабря 2010 года в ереване на кладбище квартала шаумян прошли похороны воров законе по некоторым данным криминальный генерал еще при жизни завещал похоронить себя на этом кладбище рядом с могилой своего деда на могиле армена был построен мемориальный комплекс из черного гранита центре которого стоит беседка с колоннами из черного гранита под крышей украшенные воровскими звездами находится скульптура воров законе из белого мрамора армен сидящий на троне изголовье которого также украшена воровской розой ветров слева от беседки установлен барельеф на котором изображена дева мария с младенцами иисусом по обе стороны которой находятся фигурки ангелов также выполнены из белого мрамора армянский вор в законе багирян лазарь джавадович также известный как лазарь кировабадский был коронован ворами в законе братьями агановыми являлся приближенным одного из главных воров законе москвы 90-х рудика бакинского рудольфа аганова а жизни лазаря кировабадского известно очень мало а его смерти неизвестно вообще ничего однако фотографии его могилы видели многие пользователи интернета лазарь кировабадский умер 31 октября 2010 года в москве в возрасте 55 лет вор в законе был похоронен на армянском кладбище в москве рядом с могилами братьев агановых московский вор законе голубев андрей владимирович скиф сподвижник криминального генерала аслана усаяна известного как дед хасан был убит 22 мая 2009 года на волгоградском проспекте в москве возрасте 39 лет в 22 45 на парковке во дворе дома номер 141 по волгоградскому проспекту киллеры открыли огонь по джипу инфинити с x50 в салоне которого находилось три человека с киев и криминальный авторитет корсак погибли на месте водитель внедорожника остался жив скиф был похоронен 27 мая 2009 года на люблинском кладбище в москве как и подобает авторитету его ранга могилу для скифа выбрали на центральной аллее кладбище церемония прощания началась рано утром в православном храме в братьево в 12 часам кортеж из дорогих иномарок достиг главных ворот кладбище проводить скифа последний путь пришло несколько сотен человек говорят что такие тяжеловесы как япончик простились со скифом еще ночью в церкви а на кладбище рискнули появится только те кто не боялся попасть в объектив милицейской камеры в 2010 году на месте захоронения был установлен потрясающе реалистичный памятник скиф стоящий на гранитном постаменте во весь рост на фоне креста из черного гранита с позолоченной окантовкой уроженец ханты-мансийска вор в законе коршунов валерий кузьмич умер 14 сентября 1998 года от передозировки наркотиков в екатеринбурге коржика доставили в больницу но откачать его не успели тело вора в законе было перевезено на родину в город ханты-мансийск ханты-мансийского автономного округа где и прошли похороны на могиле вора в законе в его честь был возведен мемориальный комплекс из красного и черного гранита в центре которого стоит отлитый из бронзы вовес рост коржик легендарный армянский вор в законе багдасарян рафаэл мкратычевич также известный как с воров умер 23 июня 1993 года от инфаркта в москве сизу лефортово последний раз багдасаряна арестовали 23 декабря 1992 года в номере московской гостиницы минск его поместили вместо бутырской тюрьмы в следственный изолятор министерства безопасности в лефортово 13 июня немецкие полицейские приехавшие опросить багдасаряна о нескольких убийствах на своей территории так его и не увидели 18 июня у багдасаряна началась дефекация кровью его отвезли в больницу и на скорую руку прооперировали 23 июня в 11 часов 10 минут специальном воровском отделении московской больницы не приходя в сознание багдасарян скончался с воров охоронили в ереване 27 июня 1993 года в траурной церемонии принимали участие преступники со всего мира чартерные рейсы доставили в аэропорт еревана представители криминала из турции сша германии италии почтить память с воров о прибыли 844 вора в законе в том числе и 4 авторитета из баку несмотря на противостояние между азербайджанами армении пожалуй лучше всего отношения преступного мира кончине рафаэля багдасаряна отражают слова япончика я потерял брата прощание со с воровом длилось в ереване три дня с 25 по 27 июня по разным данным в нем приняли участие от 150 до 200 тысяч человек из разных стран мира самое же невероятное было в том что в тот момент столица армении из-за экономических трудностей и блокады испытывала огромные проблемы со светом его давали максимум по два часа в сутки отопления не было совсем ереван обогревался у печек буржуек которые топили всем что попадается однако в те три дня что шло прощание со сварафом свет в домах города был круглосуточно на установленном монументе свараф одной рукой держит за шею мифического змея на постаменте на русском языке написано свараф память от друзей грузинский урзаконе парцхаладзе гиви васильевич дудука был убит 13 июля 1998 года в поселке жигулевск в самарской области на улице репина возрасте 39 лет жарким днем 13 июля 1998 года к вышедшему из своего дома дудуки подскочил неприметный мужичок спецовки и выстрелил ему в живот грудь и голову из автомата калашникова последний выстрел был контрольным киллер вскочил на припаркованные у забора велосипед и скрылся с места преступления дудука похоронен в родном городе хони что находится на западе грузии недалеко от кутаиси на могиле вора установлен роскошный мемориальный комплекс из гранита слева от могилы установлены бронзовый памятник дудуки он изображен сидящим в кресле возле столика и курящим сигарету бронзовый дудука как бы приглашает гостей посидеть с ним за столом в памятнике есть очень интересная деталь настоящая сигарета которые он держит в руке каждый раз посетители вставляют его руку новую сигарету справа от могилы расположена гранитная колонна на которой установлен бюст дудуки над могилой на надгробном камне выполнен его портрет вор в законе кочев александр иванович вася корж умер 28 декабря 1996 года в харькове возрасте 77 лет легенда криминального мира вор старой закалки вася корж в конце жизни сильно под сдал здоровьем сказывались тюремные годы вор в законе вася корж очень сильно болел братва предлагала отправить его в немецкую клинику номер законе отказался здесь родился здесь и умру корж был похоронен 31 декабря 1996 года на кладбище в районе лысая гора города харькова легендарный каторжанин вася корж на воле появлялся перебежками несколько раз удираясь зоны за что получал очередные сроки тюрьма была его родным домом все что он наворовывал на воле он передавал в колонии игре арестантов в 90-е годы вася корж так ничего и не имел как подобает воровскому закону блатные сами подарили ему квартиру в харьковской области именно этот образ и пытались отобразить украинские скульпторы по просьбе заказчиков отлитый в бронзе вася корж изображен в образе простого арестанта сидящего на корточках и задумчиво смотрящего вдаль легенда криминального мира вор в законе старой формации савоськин владимир владимирович савоська умер 12 мая 2001 года в городе москве в начале 90-х у него обострился туберкулез приобретенный за годы отсидок братва помогла савоськи определив его под наблюдение известным врачам профессионалом своем деле они смогли продлить жизнь воров законе на несколько лет отсрочив его смерть последние месяцы жизни савоська провел в больницах он тяжело умирал от туберкулеза легких скончался савоська 11 мая 2001 года в больнице в возрасте 63 лет от сердечного приступа савоськин похоронен 15 мая 2001 года на котляковском кладбище в москве проститься с влиятельным вором законе на котляковское кладбище приехала два десятка лимузинов несколько сотен друзей покойного в том числе и другая легенда московского криминалитета близкий друг покойного вор в законе саша шорин пройти мимо того места где был уготован последний приют савоськи было действительно невозможно посреди центральной площади кладбища откуда расходятся аллеи был разбит огромный шатер под тентом стояли столы сервированные человек на 50 возле них суетились официанты в униформе с погонами напоминающие офицеров царской армии они проворно расставляли тарелки с кутьей блинами и баночки с липовым медом посреди стола утопал цветах портрет савоськи на могиле батя савось и братва установила большой дубовый крест и оставила целую гору из живых цветов и роскошных венков через год на могиле савоськи был установлен шикарный монумент который по праву считается достопримечательностью котляковского кладбища выполнены в натуральную величину бронзовый памятник запечатлел савоську сидящим на простой табуретки под стеной за решеченным тюремным окошком еще одна легенда криминального мира москвы и всего ссср прокофьев александр тарасович саша шурин умер 27 мая 2003 года в москве от рака в больнице в возрасте 73 лет саша шурин был похоронен 29 мая 2003 года на хованском кладбище в москве погребальная церемония была относительно скромной такова была воля самого законника 73-летний саша шурин скончался от рака в больничной палате тело усопшего забрали его подопечные сокольнической группировки в тот же день гроб с телом привезли в церковь воскресения христова на сокольнической площади выбор был не случайным александр прокофьев родился вырос и всю жизнь за вычетом 20 лет отсидок провел в сокольниках проводить своего предводителя в последний путь пришли многие влиятельные воры в законе и криминальные авторитеты на его могиле усыпанной венками установили деревянный крест фотографии старого жулика рядом с могилой были разбиты тенты под ними стоял накрытый стол персона 60 вокруг суетились официанты двери хованского кладбища на время церемонии были закрыты отлитый в бронзе саша шурин был установлен на могиле в 2005 году уроженец баку армянский вор в законе аганов рудольф сергеевич генерал рудик бакинский был убит 11 февраля 1999 года в кафе мир на пятьдесят первом километре мкад в москве возрасте 52 лет в тот день рудик бакинский вернулся в москву самолетом из минеральных вод вместе с сопровождающим его приятелям он заехал по дороге домой в придорожное кафе около 18 часов вечера туда вырвались 6 человек в масках и из автоматов расстреляли вора в законе около 40 пуль попала в тело по показаниям свидетелей нападающие были форме омон рудик был похоронен 16 февраля 1999 года на армянском кладбище в москве похороны аганова собрали множество криминальных авторитетов со всей страны искренне скорбящих о лидере и жаждущих мести и даже после смерти криминальному авторитету отношения особое трепетно и уважительное ему досталось настоящая вип-место на кладбище за которым регулярно ухаживают здесь всегда чисто и ухоженно наличие свежих цветов обязательно подобно известному памятнику минину и пожарскому на армянском кладбище москвы расположился бронзовый величавый рудик аганов на постаменте из красного гранита вор в законе окружен мраморными вазами и множеством цветов рудик захоронен не один рядом с братом владимиром сергеевичем агановым в очко сам шести палым армянский вор в законе аганов владимир сергеевич в очко с шести палый умер 2 сентября 2002 года от передозировки наркотиков в москве в убийстве рудольфа аганова многие из тех кто был в теме подозревали его врага деда хасана вместе с тем эти обвинения не нашли однозначного подтверждения однако убежденный в том что именно один из самых известных влиятельных и кровавых криминальных авторитетов заказал его брата владимир аганов поклялся ему отомстить этому он посвятил всю оставшуюся жизнь которая продлилась правда недолго в очко с шести палый умер в возрасте 48 лет от передозировки наркотических средств и 5 сентября был похоронен на армянском кладбище рядом с братом в 2003 году на месте захоронения был установлен бронзовый памятник на правой руке скульптуры 6 пальцев как и было у живого в очко со на рубашку и элементы туфель вора нанесена позолота уроженец двилиси курт по национальности аслан рашидович усаян также известный как дед хасан или дедушка был убит снайпером 16 января 2013 года в москве на поварской улице когда хасан выходил из своей штаб-квартиры ресторана старый фаэтон сопровождение телохранителей снайпер открыл огонь с крыши дома напротив ресторана киллер выпустил 6 пуль некоторые из них попали усаяну в голову вор в законе был доставлен в боткин скую больницу в тяжелом состоянии однако врачи оказались бессильны и вынуждены были констатировать смерть захоронением криминального авторитета случилась целая история изначально усаяна хотели похоронить в родном тбилиси и даже заказали чартерный самолет для перевозки гроба однако власти грузии не дали добро на захоронение вора на родной земле и самолет был вынужден отправиться обратно в москву где воров законе удалось похоронить лишь на хованском кладбище такого количества народу как 20 января 2013 года на хованском кладбище вряд ли видели аслану саян выглядел гробу как солидный политический деятель строгом костюме с зачесанными назад волосами благодаря стараниям гримеров на лице его не было ни следа от пуль киллера спустя полтора года после смерти на могиле преступного патриарха появился памятник создана известным новосибирским скульптором членом российской академии художеств арамом григорянам работа арама григоряна установлены по всей россии в общей сложности около 30 скульптур например в новосибирске это памятник архитектору андрею крячкову никто и не думал что мастер возьмется из-за вора в законе ничего личного объяснил арам владимирович люди бывшие в окружении аслана усаяна сделали ему предложение от которого нельзя было отказаться вячеслав кириллович иваньков легендарный япончик скончался 9 октября 2009 года возрасте 69 лет 28 июля 2009 года в москве на иванькова было совершено покушение его обстреляли на выходе из ресторана тайский слон на хорош овском шоссе неизвестные стреляли из двух снайперских винтовок свд с оптическим прицелом огонь велся из припаркованной газели на противоположной стороне дороги после ранения охраны иванькова затащила его обратно в ресторан иваньков был срочно госпитализирован врачи оценили его состояние как крайне тяжелое и провели экстренную операцию после которой его ввели в искусственную кому в ночь с 13 на 14 сентября япончик пережил клиническую смерть но выжил скончался он от перитонита 9 октября в частной клинике при онкологическом центре на каширском шоссе в москве врачи санировали брюшную полость но спасти его не смогли утром 13 октября в храме воскресенья славущего на ваганьков скам кладбище где прошло погребение состоялась церемония прощания с усопшим сотрудники инженерно-саперного отдела гувд по москве обыскали всю территорию кладбище на предмет обнаружения взрывчатых веществ смерти ванькова вызвала большой резонанс возле храма находилась большая толпа людей а также журналисты крупных сми фото корреспонденты и телегруппы япончика хоронили всем криминальным миром ради траурной процессии в октябре 2009 года милиция даже закрывала простым смертным вход на ваганьков скай кладбище под могилу для воров законе выделили место в тени старого клена в глубинке кладбища личности здесь покоятся великие это поэт есенин художник василий суриков спортсмен лев яшин и актер андрей миронов народная тропа к его могиле не зарастает до сих пор осенью 2010 года к месту захоронения вора стали водить экскурсии которые до сих пор пользуются спросом у туристов со всей страны стоимость такой экскурсии в 2010 году было 100 рублей с человека весной 2011 года здесь начались масштабные работы крест и ванькова убрали в сторону его могилу сравнялись землей залили бетоном но летом работы застопорились прошел вслух что друзья и ванькова переругались из-за сбора денег на монумент однако к двухлетию со дня смерти япончика памятник все-таки появился и не абы какой на фоне трехметровой стены с крестом справа и огромной решетки слева сидит и ваньков на табурете вальяжно и смотрит куда-то вдаль над памятником трудился знаменитый скульптор рукавишников который известен благодаря созданию памятников юрию никулина у цирка никулина и на новодевичьем кладбище владимиру высоцкому на ваганьков скам кладбище монумента льва яшина у стадиона динамо скульптуры гладиатор на площади перед стадионом открытия арена и многим другим рядом могила его матери и ванькова и александра гавриловны а чуть поводль надгробия некоего давида давидовича нассо кто это такое работники кладбище не знают но так как двухлетию смерти явно торопились в написании фамилий на надгробной плите и самого япончика и его матери была совершена ошибка и пропущен мягкий знак переделывать надпись так и не стали вазе у памятника стояли живые цветы в руки и ванькова стаканчик с водкой а под его ногой 500 рублевая купюра азербайджанский вор в законе мухтаров и кмет момент кули аглы также известный как хикмет собира бацкий был убит 7 апреля 2006 года в возрасте 49 лет мухтаров и двое его подручных были расстреляны 7 апреля в пятницу вечером у дома номер 12 по ленинградскому проспекту кроме мухтарова был убит его охранник байрам талыбов тяжело пострадал водитель мерседеса мурват халилов мужчины попали под обстрел в 19 30 когда вышли из дома где расположена одна из фирм подконтрольных мухтаров и направились к автомобилю когда компания уже садилась в авто один рядом с водителем во второй на заднее сиденье сзади к мерседесу подбежали два человека в масках и открыли огонь из автоматов самолет с телом хикмета прилетела в боку из москвы 11 апреля 2006 года ранним утром оттуда его доставили на родину авторитета в селении киркен сабирабадского района и в 9 20 тела воров законе предали земле церемонии прощания участвовали полторы-две тысячи человек среди которых находилась немало одетых гражданское местных и приехавших из баку и тянжи сотрудников полиции несмотря на раннее время с убитым приехали проститься несколько сотен жителей других районов азербайджана смерть мухтарова стала настоящей трагедией для его земляков сабирабаде сразу же после гибели и кмета были отменены все увеселительные мероприятия закрыты многие торговые объекты автомобили были украшены траурными черными лентами в 2007 году на кладбище был построен огромный мемориал из гранита которому ведет вымощенная гранитом аллея по обе стороны которой высажены пальмы и кипарисы в центре мемориала на высоком постаменте возвышается каменная скульптура трон с элементами по золотой на котором сидит и кмет азербайджанский вор в законе джаниев рафшан рафи коглы рафшан линкаранский был убит 18 августа 2016 года в стамбуле возрасте 41 года последнее нападение на рафшана было совершено в ночь на 18 августа 2016 года самом сердце стамбула на бульваре барбарос рейдж-ровер в котором ехал джаниев был расстрелян из пистолета пулемета узи моменту прибытия кареты скорой помощи водитель джаниева был мертв а в самом линкаранском было пять пулевых ранений одной из которых глаз рафшан умер на операционном столе ближе к утру 17 августа сердце криминального генерала остановилась навсегда хоронить линкаранского было решено на его родине прибытие гроба с телом авторитета помимо родственников ждали тысячи его земляков которые готовились проводить криминального генерала в последний путь многие жители линкара не были благодарны покойному за оказанную им когда-то помощь авторитет с легкостью разрешал конфликты и не скупился на денежные пожертвования свой последний приют он нашел около могилы отца рафшан линкаранский покоронен 19 августа 2016 года на кладбище кичик базар в родной линкаране в апреле 2017 года на месте захоронения начались масштабные строительные работы вокруг могилы джаниева был выстроен роскошнейший мемориальный комплекс из гранита в центре которого установлена скульптура рафшана высота памятника достигает 5 метров в сми проходила информация о том что надгробный памятник линкаран ского подготовлен в индии и доставлен в азербайджан через турцию однако брат авторитета полковник ними джаниев заявил что памятник изготовлен в баку спустя год после гибели рафшана линкаран ского на кладбище состоялось торжественное открытие памятника на которое собралось огромное количество криминальных авторитетов и жителей линкара не это был канал все тюрьме ставьте лайк подписывайтесь на канал удачи вам и как мои и что как а и